Продолжение следует... В РИО у министра назначен полковник полиции Владимир Нефедов, ранее занимавший должность заместителя министра внутренних дел по республике Ингушетия. Владимир Ильич имеет большой руководящий опыт. Закончил Московский университет МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность». Награжден государственными и ведомственными наградами. Его опыт и профессиональные навыки позволят в полном объеме выполнять те задачи, которые возложены по должности министра внутренних дел республики, отметил Сергей Бочурин. Владимир Ильич поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что при поддержке личного состава служебные задачи будут выполнены на должном уровне. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение о двойном убийстве в ауле Верхняя Тиберда. По версии следствия, 23 апреля этого года обвиняемый встретился на левом берегу реки Тиберда со своими племянниками. Неприязненные отношения между родственниками сложились из-за противоправных действий одними из потерпевших в отношении обвиняемого. В ходе встречи один из племянников оскорбил дядю, в связи с чем у него возник умысел убийства. Достав из припаркованного рядом автомобиля огнестрельное оружие, он произвел несколько выстрелов потерпевших, в связи с чем наступила их смерть. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Верховный суд Карачаева Черкесской Республики для рассмотрения по существу. Уголовным кодексом за совершение такого преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 8 до 20 лет с ограничением свободы от 1 года до 2 лет. Житель Черкеска подозревается в подготовке заказного убийства. В августе текущего года подозреваемый на почве ревности и неприязни к знакомому своей бывшей супруге, который, по его мнению, необоснованно пользовался автомобилем и квартирой, доставшимися ей при разделе имущества, решил совершить его убийство. В ходе поиска исполнителя преступления мужчина договорился о его совершении за денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей. Сотрудникам полиции, выступившим в роли киллера, и передал ему аванс, но 6 сентября фигурант, получив фотоотчет с санкционированным убийством жертвы, передал оперативному сотруднику остаток обещанных денег, после чего преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. За совершение указанного преступления виновному грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет с ограничением свободы, либо пожизненное заключение. Следственной частью Следственного управления Республиканского МВД завершено производство поддела 23-летней жительницы Уральской столицы. Молодая девушка из Екатеринбурга стала фигурантом сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса. В числе выдвинутых обвинений участие в преступном сообществе, попытка сбыта сильнодействующих средств, а также изготовление или оборот поддельных документов. В период с декабря 2020 года по март 2022 года было создано преступное сообщество для совершения тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом сильнодействующих веществ. Обвиняемая из города Екатеринбурга перевезла на территорию Крачево-Черкесской республики сильнодействующие вещества в целях дальнейшего сбыта. При этом она использовала поддельный паспорт. Преступная деятельность сообщества была пресечена органами управления наркоконтроля по Крачево-Черкесской республике совместно с коллегами из Управления Федеральной службы безопасности. Иные материалы в отношении лиц выделены в отдельное производство. Всего из незаконного оборота изъято свыше 198 килограмм сильнодействующего вещества пергабалин. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для осмотрения по существу. Указанные преступления относятся к категории тяжких, за которые предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В Карачаево-Черкесии в рамках расследования уголовного дела о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выявлен дополнительный факт противоправной деятельности 37-летнего жителя региона. Ранее сообщалось, что обвиняемые и иные лица на окраине Черкеска организовали деятельность подпольного цеха по разливу, хранению и реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. В ходе обследования складского помещения сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики обнаружено и изъято 61 тысячи бутылок водки различных наименований. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мероприятия, направленные на установление и задержание иных лиц, которые причастны к противоправной деятельности, продолжаются. Долг, которого нет. Необоснованное начисление недоимка за газ явилось основанием для прокурорского реагирования в Малокарачаевском районе. Абоненту необоснованно была начислена задолженность, размер которой превышала 300 тысяч рублей, рассчитанная по нормативу потребления. Прокурорская проверка показала, что заявитель регулярно оплачивал потребление газа, указавая в квитанциях показания прибора учета. Однако данные показания не вносились в базу данных работниками газоснабирающей организации. В ходе прокурорской проверки была произведена корректировка начисленной задолженности. Прокуратура внесла представление в адрес руководителя газоснабжающей организации. И нарушения закона были устранены. Права потребителя восстановлены. Пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с сотрудниками межмуниципального отдела МВД Карачаевский выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с самым МВД Карачаевский был выявлен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. Так, 58-летний житель республики незаконно поставил миграционный учет в своем нововладении трех приезжих иностранных граждан, при этом фактически не предоставлял им жилые помещения. Таким образом, действия у данного гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК России, эффективная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. По данному факту МВД Карачаевский в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело. В настоящее время производятся следственные действия. Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона о том, что за нарушение миграционного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. На этом наша информационная программа, посвященная правовым и криминальным новостям, завершена. С вами был Ахмат Халкевичев. Увидимся через месяц.